МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Маски сбросить в рио губернатора Павел Малков приостанавливает коронавирусные ограничения. В ногу с омбудсменами. Региональное отделение пенсионного фонда объявило о подписании важного соглашения. Песчаная сказка. Рязанский цирк покажет новое цирковое представление. В Рио губернатор Рязанской области Павел Малков предложил приостановить в регионе действие масочного режима. Об этом он заявил на заседании правительства, опираясь на информацию регионального управления Роспотребнадзора. Масочный режим в Рязанской области пора отменять. Вернее, приостанавливать. Павел Малков сегодня верит статистике Роспотребнадзора, а она утверждает, что коронавирус в регионе уходит в подполье. Вердикт – стойкая тенденция к снижению. Ну, то есть пора. Коллеги, мы этот вопрос не раз уже прорабатывали. Очевидно, что этот шаг уже можно и нужно сделать. Поэтому я попрошу максимально оперативно подготовить соответствующий проект документа. Давайте мы такое решение будем уже принимать. Понимая при этом, что в случае обострения ситуации, мы, конечно же, точно так же оперативно должны будем ввести этот режим обратно. Усиление бюджетной дисциплины – один из основных приоритетов работы в Рио губернатора. Региону деньги нужны, федеральные программы их брать позволяют. В общем, чиновники должны их получать из федерального центра любыми путями. У нас, кстати, сегодня второй день в области работает депутат Государственной Думы Андрей Михайлович Макаров. И я думаю, что с его помощью мы очень серьезно в этом вопросе продвинемся. То есть еще раз, будем усиливать работу по бюджетной дисциплине. Начиная от подготовки бюджета и заканчивая его исполнением. Сегодня у нас еще будут отдельные встречи, совещания, там все это подробно проговорим. Вопросы вне повестки от министра труда – явно стратегически продуманная инициатива. В прошлый раз Валерий Емец легитимизировал выплаты раненым в спецоперации на Украине. В этот обозначил цифры прожиточного минимума после президентского увеличения на 10%. Предлагается установить с 1 июня 2022 года величину прожиточного минимума в Рязанской области в повышенном размере. На душу населения – 12 388 рублей. Для трудоспособного населения – 13 504 рубля. Для пенсионеров – 10 663 рубля. Для детей – 12 469 рублей. С 1 января по 31 мая 2022 года будет действовать ранее установленная величина прожиточного минимума. А еще руководителям промышленных предприятий правительство Рязанской области направит субсидии для переобучения работников на грани увольнения, чтобы официально снизить напряженность на рынке труда. Сумма немаленькая – 53 миллиона рублей. Июньские изменения, о которых говорил сегодня на правительстве министр труда и соцзащиты, повышением роты и прожиточного минимума, не единственные. С 1 июня неработающим пенсионерам увеличивают пособие на 10%. В среднем по стране, таким образом, пенсия составит 19 с лишним тысяч рублей. О том, чего еще ждать в начале лета, расскажем далее. С 1 июня вступает в силу закон, устанавливающий единые принципы организации публичной власти по всей стране. Документ предполагает, что федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании региональных правительств. Установлен единый пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок досрочного прекращения полномочий. Главы субъектов, согласно новому закону, теперь официально будут называться либо губернаторами, либо главами региона. Ранее в России также официально допустимым считалось существование президентов республик, входящих в состав Российской Федерации. С 1 июня вступает в силу анонсированные президентом России изменения некоторых социально значимых величин. Прожиточный минимум роты пенсии для неработающих пожилых людей вырастут на 10%. Эти показатели важны, помимо всего прочего, при начислении некоторых пособий, сумма которых рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума. В результате минимальный размер оплаты труда с 1 июня возрастет до 15 278 рублей. Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 12 919 рублей, а индексация пенсии с начала года с учетом июньской прибавки в общей сложности составит 19,5%. А это выше официального уровня инфляции. После индексации средний размер пенсии в России составит 19 360 рублей. С июня стал дольше период выплаты пенсии, который назначается по потере кормильца. Теперь для получателей старше 18 лет, которые окончили школу, но не поступили в вуз, временной отрезок получения выплаты будет действовать до 1 сентября года, в котором было завершено обучение. Для тех, кто поступил в среднее или высшее учебное заведение, выплаты будут начисляться непрерывно. Кроме того, теперь нетрудоустроенным получателям таких пенсий не придется доказывать факт иждивения. Для покупки билетов на некоторые спортивные мероприятия с начала лета потребуется паспорт болельщика. Речь идет о так называемом фан-айди. Но тут не обо всех соревнованиях. Перечень тех, на которые без паспорта болельщика будет не попасть, будет устанавливать правительство. Но понятно, что эти изменения касаются теперь в основном футбольных болельщиков. Оформить фан-айди можно через госуслуги, там нужно будет заполнить заявление. Отказать в выдаче паспорта болельщика могут тем, кто ранее нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно будет обжаловать в суде. С конца июня заработает новый закон, устанавливающий правила работы МФЦ при получении заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав и прилагаемых бумажных документов. Так, с этого момента документы в электронном формате будут уравнены в правах с бумажными. Подавать бумажную версию будет необязательно. Кроме того, нельзя будет обратиться с заявлением о постановке недвижимости на кадастровый учет или о регистрации права по почте. Также с конца первого летнего месяца заработает закон, по которому возраст приобретения охотничьего оружия увеличит с текущих 18 до 21 года. В выдаче лицензии тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, будет запрещена. Кроме того, под запрет попадет внесение любых изменений в конструкцию оружия, либо распространение инструкции о том, как это сделать. Дополнительные ограничения зависят от вида оружия и опыта потенциального владельца. Так, приобрести гладкоствольное многозарядное ружье, полуавтомат, можно будет только после двух лет владения охотничьей двустволкой или одностволкой. Ружья и карабины с укороченным стволом оказываются под практически полным запретом. Также документ вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны. Пройти медобследование можно будет только в госклиниках. Заключение будет оформляться в виде электронного документа с усиленной электронной подписью. С начала лета заметно вырастут штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах. Так, штрафы для граждан возрастут в 15-20 раз и достигнут 15-30 тысяч рублей. Для юрлиц в 2-3 раза и составят от 100 до 400 тысяч рублей. Решение было принято на фоне сложного весеннего пожароопасного сезона, во время которого от огня пострадали сразу несколько регионов. В некоторых огонь перекинулся в том числе на населенные пункты. Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека, составит 2 миллиона рублей. Сегодня Рязанское отделение Пенсионного фонда России подписало соглашение с Институтом Уполномоченного по правам ребенка. Цель – совместная работа по обеспечению гарантий госзащиты и прав семьи с детьми. Символично, что соглашение случилось накануне Дня защиты детей. Росчерк пера и печать. Соглашение между Уполномоченным по правам ребенка и региональным отделением Пенсионного фонда подписано. Теперь аппараты будут работать вместе. Практически рука об руку будут просвещать рязанцев и жителей области по вопросам мер социальной поддержки. И есть о чем. Одних только пособий семьям в регионе около десятка. Как правильно Илья Борисович отметил, сейчас приоритетное направление государства – это социальная поддержка семей с детьми. И вот как раз наша задача, моя как Уполномоченная по правам ребенка, моего аппарата и регионального отделения Пенсионного фонда, чтобы эта социальная поддержка дошла до каждой конкретной семьи. Почти четверть миллиарда рублей – размер пособий, который получат 15 тысяч рязанских детей. Конечно, сумма впечатляет. Выплаты назначаются семьям с детьми, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. Принимали заявки с начала мая. Сами выплаты обещают совсем скоро. При назначении выплаты Пенсионный фонд проводит публиксную оценку нуждательности семьи. То есть оценивается доходы семьи, оценивается занятость родителей, имущественная обеспеченность. Смотрят и на размер жилплощади и количество транспортных средств. По расчетам Пенсионного фонда на такие выплаты могут рассчитывать до 90 тысяч семей региона. Поэтому вопросы у многих не могут не появиться. В Рязанском цирке с 4 июня по 17 июля пройдут гастроли нового шоу заслуженного артиста. России Гии Эрадзе. Песчаная сказка. Зрители ждут необычные аттракционы. Титулованные артисты Росгосцирка представят авторские декорации и эксклюзивные костюмы. А еще вас ждет встреча с дрессированными гиппопотамами. Сематический спектакль с единым сюжетом, который увлекает зрителя в самое сердце загадочного Востока. В котором прекрасно гармонирует цирковое искусство и мир сказок древнего загадочного края. Действие шоу начинается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина и вот тогда начинается настоящая песчаная сказка. Наш режиссер Евгений Шевцов, который является главным режиссером цирка Никулина на Цветном бульваре, он сделал спектакль, как будто бы главный персонаж приходит в музей, как всегда трогает экспонаты, которые трогать нельзя, находит там волшебную лампу и дальше он попадает в волшебный мир. Но при этом он теряет свою жену, с которой он пришел в музей. И на протяжении всего спектакля он пытается ее найти. А соответственно все номера, которые у нас в программе, они вписаны именно в этот сюжет. Допустим, какой это номер, это отдельный мир, в другом номере это персонажи помогают ему искать жену. Но в итоге все будет хорошо. В сюжет вплетены цирковые номера истории. В них оживают стражники и духи пустыни, жуки-скоробей, воины-скорпионы и двуликие духи песков. Зрители ждет встреча с белоснежными самоедскими лайками, обезьянами, далматинцами, шпицами, павлинами и верблюдами. Главный сюрприз шоу – единственный в мире аттракцион с гиппопотамами под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы. Потрясающие авторские костюмы, роскошный балет, завораживающая музыка, высокопрофессиональные трюки в исполнении акробатов на джамперах. Все это ждет рязанцев с 4 июня на арене цирка. Некоторым номерам нет аналогов в стране и даже мире. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность. Отправляют зрителей в незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Холодные ночи пустыни и упоительная прохлада оазиса ощутимы почти физически. И все это вперемешку с юмором, музыкой и настоящими чудесами. Билеты на сказочное шоу уже в продаже. Ну и в заключении новость для астрономов. Впрочем, не только. Этой ночью Земля прошла сквозь метеоритный шторм. Космический дождь порожден столкновением Земли с пылевыми шлейфами, выброшенными кометой Трипиш-Васмана-Вахмана. Еще в середине 80-х, в конце 90-х годов прошлого столетия. Длительность повышенной метеоритной активности составила около двух часов. Максимум пришелся на 6.30 по Москве, когда на наших долготах уже был рассвет. Американцам повезло больше, они наблюдали метеоритный дождь воочию. Впрочем, наши любители астрономы частично его тоже зафиксировали. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!